Из меня песочек тоже потихонечку сыпется вниз, если меня замочить, я могу вообще избавиться от песочка, тогда он никогда из меня не будет сыпаться. Добро пожаловать на мою домашнюю кухню, друзья, это зона Лазерсона. Домашняя кухня, посмотрите, вот за моей спиной там чайнички у меня стоят на полках. Я вам когда-нибудь обязательно проведу экскурсию по дому и покажу свою большую коллекцию чайников для кипятка, старинных, которые я собираю. Так что шлите мне ваши чайники, только не чайников мне шлите, которые нихрена готовить не умеют, а чайники, если у кого-то на чердаке завалялся. Почтовый адрес будет под видео, кстати говоря. Ну что ж, ребята, я вам сегодня решил показать гороховый суп, у которого есть своя история. Ну, наверное, мы все считаем, что умеем готовить гороховый суп, но однажды судьба меня привела в маленькую кухню моего любимого коллеги Сережки Аники. Аникина, который живет и работает в Москве, ну, шеф-повар, мы с ним много чего прошли, и в Америке стажировались, и в Норвегию ездили, и выпито было немного, много, вернее, выпито. И вот однажды я пришел к нему домой, ну, в Москве был по работе, и мы сидели, как все нормальные мужики, еще и шеф-повара, у него на кухне. И Серега одной рукой наливал водочку мне и себе тоже, а другой рукой контролировал суп, который булькал у него на плите. Он прям сидя все это делал, да, а пахло так из кастрюли. Я понимал по запаху, что варится гороховый суп. Потом смотрю, Серега берет замоченные грибы, сухие, и швыряет в эту кастрюлю, свободной от водки рукой. Я ему говорю, чувак, ведь гороховый суп варится, да? Он говорит, да. Я говорю, а грибы, это как вообще? Ты, может быть, уже перепил просто? Может, у тебя водка плохая, что ты как-то... Он говорит, нет, я же заранее замочил грибы, ты же видел, значит, я знал, что я буду делать. Он говорит, я так варил гороховый суп. Так вот, сейчас я вам повторю этот рецепт горохового супа с сухими грибами. Напомню всем, что мы находимся в режиме самоизгаляции. А меня зовут Илья Лазерсон, я шеф-повар. Так вот, друзья, в этом самом режиме я решил подарить вам свою книгу. Готовим без книг, которая выдержала три издания. Ее можно скачать бесплатно по ссылкам, которые под этим самым видео. Ну, а кто хочет и может, может оставить донат по ссылке, которая там тоже есть. А 8 апреля у нас будет стрим. Мы пообщаемся, потребимся о том, о чем. И я поставлю на кон вот эту книгу. Это мой авторский экземпляр, он так и подписан, мой экземпляр. Тот, кто зашлет нам самый большой донат, получит эту книгу. Мы отправим ее по почте России с дарственной надписью. А теперь я иду готовить. Я попытаюсь сегодня работать рационально, чтобы использовать только кастрюлю. Вот в этой кастрюле будет вариться гороховый суп. Ну, что я заранее сделал, ребяточки. Это я, конечно, горох замочил. Вот этот горох у меня вот так вот, да. Он уже замоченный. Ночкой он простоял. Так просто быстрее будет. Так вот, я в кастрюле буду готовить суп. Ну, неудивительно, но вся подготовка будет тоже в этой же кастрюле. В общем, гороховый суп в одном флаконе будет так. Я тихонечко сейчас начну нагревать. Немного растительного масла в кастрюлю прямо. Вот так. И пока меленько нарезаю лук. Какими-то такими маленькими кубичками, наверное. Вы понимаете, что на этом маслице в кастрюле и будет обжариваться лук. Вот это лук, друзья. И он поступает сейчас в кастрюлю. Прямо вот так вот. Вот, видите, на масло. Я тем временем нарезаю морковку. Тоже будут совсем небольшие кубички. Я могу и на терке натереть, но как-то бывает, что у меня нет настроения. Я предпочитаю работать руками. А бывает, тру на терке. Это абсолютно не важно. Вот я сейчас сделаю тоже маленькие кубики. Вот она морковка. И тоже она присоединится к луку, как вы понимаете. Ну, из того, что у меня сделано. Значит, у меня замочен горох. Ну, вот картошка почищена. Сельдерей у меня лежит. И у меня замочены в холодной водичке грибы. Вот пока я нарезаю морковку, посмотрите на них. Вот это белые грибочки. Они замочены в холодной воде. Ну, немножко песочек с них уйдет, знаете, вниз. Теперь идет морковка в кастрюлю. На лук. Сельдерей. Я сельдерей люблю почистить. У меня сейчас здесь экономки нет. Сельдерей можно чистить, как ревень. Вот смотрите, я захватываю ребра жесткие. И смотрите, да? Вот так я снимаю, видите, жесткие ребра. Ребята, это так чистят ревень. Сейчас я контролирую. Вот здесь у меня уже все очень хорошо. Жарко. И теперь немножко сельдерея туда. Точно такие же маленькие кубики. То есть все овощи примерно одинаковые. Если нет стеблевого, надо было корневой. Вернее, я даже больше предпочитаю корневой. Но у меня нет корневого сейчас. Значит, я позаботился о том, чтобы у меня был стеблевой. Вот так. Теперь посмотрите. Вот я люблю либо копченые ребра, либо вот такая копченая грудинка. Это такие хрящики копченые. Видите? То, что уже туда, где ребра заканчиваются, в живот уходят. Вот такая копченая штукенция. Я сейчас нарежу на такие вот кусочки. Это может называться свиной рагу. Видите? Ну, это варено-копченый продукт. Конечно, копченый вкус всегда хорош для горохового супа. И все это отправляется тоже в кастрюлю. И немного сейчас я усилю нагрев. Чтобы здесь пошел процесс обжаривания. Значит, вот. Видите, как все. Сейчас я здесь буду процесс контролировать уже. Ах, пахнет уже хорошо. И овощи жареные. И пошло копчением пахнуть от разогревающейся вот этой вот грудиночки копченой свиной. Теперь вода. Ну, я сразу беру кипяток, потому что так будет рационально. Да, вот я беру кипяток. То есть, друзья, если говорить концептуально, то это суп, для которого бульон не надо варить заранее. Видите, я готовлю на воде. Вот, посмотрите, у меня процесс кипения идет. Тут же горох. Нехай себе варится. Он быстро сварится, потому что он был предварительно замочен. И пошла. Я сразу могу класть картошку. Она тоже, чтобы немножко, знаете, там подрастворилась в супе. Вот у меня предварительно очищенная картошка. Форма нарезки не имеет значения. Ну, лишь бы как-то в ложку помещалась. Все варится в одном флаконе. И повторю вам, очень интересно, что никакого предварительно сваренного бульона. Все готовится одновременно. И бульон на базе, да, копченого такого свиного продукта и суп. Сам суп. Чуть позже я добавлю специи, но об этом пока еще говорить рано. Вот так уходит картопля. Картопля это я говорю, чтобы сделать приятное моей украинской аудитории, потому что я знаю, аудитория в Украине у меня большая. Я сам там родился и вырос, между прочим. И теперь грибок. Вот размоченные белые грибочки. Я вот так сейчас их немножко измельчу. Песочек с них уже ушел вниз. Из меня песочек тоже потихонечку сыпется вниз. Если меня замочить, я могу вообще избавиться от песочка. Тогда он никогда из меня не будет сыпаться. Но замочить меня в хорошем смысле. Не пытайтесь меня замочить в плохом смысле, ребята. Так, все. Немного еще подхрустывают грибы. Они, может быть, не так еще намокли. Но, во всяком случае, вот они пошли в супец. Видите, все уже тут почти все. Все есть. Мне осталось только добавить специи. И дождаться, пока сварится горох. Самое здесь главное – это горох. Потому что, когда горох сварится, картошка и подавно сварится, все овощи и подавно будут готовы. И грудинка, собственно, уже была готова. Ее уже можно было есть. Она просто станет помягче и отдаст свой копченый аромат супу. Вот такое у меня здесь идет бульканье. Ну, а пока, пока варится суп, опять же скажу напрямую своему другу Сереге Аникину, в честь которого этот суп готовится. Сережка, дорогой мой, я тебя очень люблю. Я могу тебе, конечно, об этом лично сказать всегда по телефону, что я и делаю. Но, тем не менее, хочу сказать, что я тебя люблю. Я хочу, чтобы вся страна и все другие страны знали, какой классный шеф-повар работает в Москве. А пока ждем, пока сварится суп. Ну, вот, друзья, где-то 30-40 минут прошло. В общем, вы варите до такого состояния, до которого вы любите. Я больше люблю горох, когда полностью разварен. Но сейчас он не разварен еще, но он уже мягкий. Он совсем мягкий. Поэтому я могу остановиться на самом деле. Вот, давайте посмотрим вот так вот. Вот он, мягчайший горох. Суп. Цвет не такой желтый, потому что здесь есть грибы. Вот сейчас могу чуть-чуть. Ну, и теперь что? Лаврушку в конце. Я люблю лаврушечку в конце. Вот она булькает, как хорошо. И немного черного перца горошком. Вот я сейчас брошу. Так вот. Это буквально там 10 минут, и можно подавать. Ну, вот все, я сейчас сделаю крекс-пекс-фекс. Все, как будто бы прошло 10 минут, потому что, ну, что ждать, вы все поняли. Итак, да, суп готов. Все. И теперь просто налью его вот так, чтобы все попало. И свининка копченая, и грибочки, чтобы попали. Вот. Вот так. Я могу теперь еще чуть-чуть дать жижки. Вот. Все видно хорошо. Ну, хотите зелень есть. Ну, я не люблю укроп сюда. Ну, Петруха, если есть. Если нет, да и черт-то с ним. Совершенно не обязательно сыпать зелень. Но у меня просто есть. Я насыплю вот так вот. Вот. А я попробую по поварски. Суп сейчас. Ну, надо вот так вот взять. Чистая ложка, да, в половничек берешь. Чистой ложкой залез и попробовал. Ну, здесь все хорошо. Соль отрегулирована, естественно. Грибок, грибы украшают этот суп. Ну, что ж. Сегодня был гороховый суп, который я приготовил по рецепту своего друга и коллеги, шеф-повара из Москвы, Сережки Аникина. Сережка, тебе очередной привет. Люблю, целую. Целую Сережку и целую вас всех, друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки. И будьте всегда с нами, потому что с нами здесь хорошо, тепло и вкусно. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова